давайте пробовать звук да всем добрый день мы сейчас подождем немножко когда к нам подключатся пока что саша позади действительно тест звука и нам понадобятся ваши плюсики пожалуйста напишите как нас слышно видно если нас хорошо слышно и хорошо видно поставьте плюс всем добрый день всех нас приветствует мы вас тоже очень рады видеть сегодня с вами в эфире александр эдигер директор по научным разработкам компании faberlic отдела продукты для здоровья и я за кадром бренд директор юлия трат сегодня мы с вами обсудим тему секреты востока мы уже проводили прямой эфир на эту тему и писали много постов отвечали вам в комментариях на ваши вопросы в обратной связи но мы видим что многие из вас воспринимают добавку пищевую добавку как лекарство вы очень переживаете что много противопоказаний мы сейчас хотим развеять все ваши страхи и сомнения еще раз ответить наши вопросы еще раз подробно объяснить как ее принимать зачем почему кому и так далее мы начнем с ваших вопросов а потом я немножко когда вопросы которые вы задали в посте закончится александр на них я мы на них ответим а позже мы еще раз небольшой такой ликбез проведем по продукту еще расскажем чтобы зафиксировать самые основные моменты хорошо договорились поэтому мы наверно приступим первый первый у нас с комментарий первый вопрос просу прошу еще раз ответить на вопрос о том можно ли принимать секреты востока премиомах вы говорили что нельзя но в комментариях к посту коллеги извините пожалуйста мне кажется я вот прежде чем ответить на такие вопросы я все равно нам все равно с александром нужно сделать небольшой да александр для ликбез что же это за продукт потому что дальше на все вопросы которые мы будем отвечать вам будет понятны наши ответы почему смотрите секреты востока александр давайте вы вот расскажите это пищевая добавка в которой дозы ингредиентов профилактические нелечебные александр сейчас пояснит прерву наконец-то прерву давайте по сути я должен извиниться мой энтузиазм врачебный энтузиазм прошлого эфира и мое понимание и огромные огромная исследовательская база которую мы видели по компонентам селета востока скорее всего отразились на то что я говорил и скорее всего привели к некому вашему заблуждению или совершенно права решет вот о чем мы не лечим это не лекарство это действительно пищевой компонент три пищевых компонента более того если вы посмотрите в интернете полно и полно информации об этих трех компонентах самое главное в них заключается в том что и все они три невзирая на все упоминания в лечебных книгах в священных книгах это все компоненты пищи более того это компоненты пищи которые потребляются в серьезных количествах что само все по себе уже говорит об их безопасности но правда и об их эффективности тоже поэтому давайте очень коротко потому что мы в прошлый раз говорили об этом достаточно подробно черный тмин или black камин пажетник он же хельба он же фену грик и кист альхинди он же костоцея это очень интересный набор разных нет некоторых растений семейства бобовых которые еще называют вариантами имбиря все они три почему не я глубоко убежден что только слил их в одно в одном продукте сделал совершенно потрясающий ход потому что они не просто дополняют друг друга и друг друга взаимно усиливают это очень здорово это очень интересно какие основные эффекты если перечислить первое это действительно мощнейший иммуномодулятор второе это действительно нормализатор гормональных каскадов подчеркиваю нормализатор это не замена гормонов это не попытка что-то там ингибировать это нормализатор каскадов в первую очередь астрогенных каскадов женских но и мужчинам великолепно научим великолепная работа это потрясающий эффект кроме всего прочего на обмен углеводов обмен углеводов это не только диабет это все наши фокусы с тем что мы не очень хорошо воспринимаем глюкозу что мы не очень хорошо даже клетки не очень хорошо воспринимает инсулин многое другое это против ожирения это действительно продукты которые правят нам липидный профиль холестериновый профиль многое другое я опять чтобы я сейчас не говорил и опять ушел в медицину но делать нечего мы должны с вами отчетливо точно и хорошо понимать все способности этого продукта в прошлый раз случилась интересная ситуация я пытался максимально быстро в режиме онлайн ответить на ваши вопросы по заболеваниям я потом развлекся сделать список заболеваний по поводу которых которые мы обсуждали в прошлый раз мне каша но такой легкий сарказм на меня напал потому что мы с вами немножко пошли по медицинской энциклопедии и речь идет вот о чем юля совершенно права опять отсылаю к тому вступление которое сделала юлия звучит следующим образом мы сами не заняты сейчас терапии не заняты сейчас лечение мы заняты сейчас тем что мы помогаем организму нормализовываться усиливаться мы помогаем организму оздоравливаться и мы не включены сейчас и не заняты с вами терапии массы проблем которых на самом деле действительно реально много в любом возрасте как у мужчин так и у женщин поэтому сейчас вашу позицию мы сейчас пойдем по вопросам и вопросы ваши к великому сожалению опять они были медицинскими но тем не я постараюсь быть максимально точно да я прежде мы начнем я еще раз вот александр вам час опять продал небольшую до лекцию о продукте об ингредиентах как они действуют я еще раз зафиксирую до самые основные продукт у нас это пищевая добавка это не лекарство дозы веществ в ней профилактические в комментариях мы писали что на капсулу продукта 160 миллиграмм что даже 166 миллиграмм каждого компонента то есть это профилактические абсолютно дозы которые только помогают вашему иммунитету модулирует его в период как раз таки сейчас сам тот самый период когда мы все болеем иммунитет ослабляет осенью как раз мы как раз этот продукт создали для того чтобы помочь организму поддержать его именно в этот сложный период также основные противопоказания такие как как и любой пищевой добавки беременным кормящим всегда принимать осторожностью и только по совещанию с вашим лечащим врачом правильно и это не только к черному тмину до относится к секретам востока это относится вообще к любой пищевой добавки которая беременная или кормящая женщина принимает потому что у нее очень особенный период и это и всегда нужно учитывать что также мы все я хочу также сделать небольшую отсылку все наши пищевые добавки фаберлик который фитополис они у нас все зарегистрированы для взрослых поэтому мы всегда говорим что прием их можно с 14 лет но так как там даже доза опять-таки профилактические мы всегда говорим что как бы везде это индивидуально но они с 14 лет зарегистрированы потому что сертификация детских продуктов это очень это совсем другой процесс регистрации продуктов он не относится к этим добавкам также еще одно противопоказание у секретов востока это не как-то тоже стандартная как у всех добавок непереносимость каких-либо ингредиентов в составе если вы знаете какая если у вас аллергия либо непереносимость этих компонентов вам тоже не стоит его принимать это тоже понятная причина то же самое как аллергия на глютен на сою и так далее и тому подобное я понимаю что не все мы знаем да не все мы знаем какие у нас аллергии пищевые непищевые это всегда грубо говоря методом проб и ошибок мы узнаем но мы обязаны вас предупредить что это стандартные ограничения и еще по поводу возраста да вот мы говорим что все наши добавки они из 14 лет но именно этот это добавку вот александр даст его со своей это с точки зрения своей врачебной практике предлагает использовать именно с 18 поэтому мы во всех наших постах и на прошлом эфире об этом сказали вот обязан сейчас развить мысль которую начала юля это вопрос быть принципиальный важный смотрите когда мы с вами разговариваем у нас есть главный один из главных тезисов которые у нас ну куда мы без него называется но ноцера не навреди я очень не хочу чтобы даже такой во всех смыслах великолепный продукт чтобы он приняты не неуместно в качестве чего-то лишнего чтобы он устроил какие-нибудь ну скажем так неудачи почему юля совершенно провал смотрите 14 и 18 лет в чем разница между этими двумя возрастами разница в том же 14 до 18 и начинается протекает уже до завершается подосковая перестройка организма нам не нужно в это вмешиваться даже на таком нежном и деликатном уровне который делается к этому столько нам не нужно вмешиваться в обмен тех же гормонов первую очередь половых гормонов как женских так и мужских я забыл еще один вещь я говорил об этом в прошлый раз но все-таки определенные комментарии обязан дать взямы и мы говорили о том что нам не ни в коем случае при онкологии ни в коем случае при онкологии особенно онкологии связаны с эстрогенными рецепторами давайте я понял что есть эту тему масса недопониманий и этим недопонимания очень быстро сейчас вам скажу взямы и онкология это злокачественные опухоли это раки в первую очередь если мы говорим сейчас и это в частности раки женской продуктивной системы это молочная железа яичники тела матки только они миомы матки кистозные процессы яичников дисфункции яичников эндометриозы мастопатии фибромы молочной железы так далее это не онкологические процессы это доброкачественные процессы поэтому при них да можно нужно и очень даже полезно в данном случае мы говорим о секретах востока давайте все-таки перейдем к вопросам да коллеги давайте я буду вопрос читать александр будет отвечать а потом я отвечу ну не я мы все вместе ответим на ваши вопросы которые вы задаете во вкладку вопросы надеюсь все помнят где это и как это делать и в комментариях мы потом пролистаем итак первый вопрос прошу еще раз ответить на вопрос можно ли принимать в премиумах только что александр ответил на этот ваш вопрос вы говорили что нельзя на в комментариях по сообщали что можно как бы я понимаю что а запуталась же девушка у нас уточняю миома матки до сих пор очень сложный очень непонятный очень интересный процесс там есть естественно эстрогеновая эстроген рецепторная зависимость но можно и нужно принимать секреты востока есть исследование есть и информация из очень старых книг при которых можно говорить что ну в общем это невероятно полезно ну так получилось причем даже отдельно отдельно взятый черный тмин но отдельный взятый черный тмин в комбинации с пажетником из кистер хинди не знаю вряд ли найдется сочетание более эффективно и более полезное как для сосудистых компонентов для гормональной регуляции этого процесса короче можно и нужно можно ли пить беременным и кормящим мы уже ответили до ответили понимаете беременные когда я такого-то еще маленькая деталь все очень сложно в организме беременной женщины не надо в это встревать с какими-то попытками что-то в этом изменить у кормящей женщины все гораздо проще она может что-то передать через за черча интересный барьер передать в молоко не нужно это малышу не нужно июля сказал один очень важный момент этический момент и чистая чистый момент назовем так самоуправление как для беременных или кормящих женщин в первую очередь у вас должен быть врач который не просто ваш авторитет этот врач и не просто человек ответственный за то как вы доносите беременность вы будете потом кормить а то что этот человек должен быть невероятно широкого кругозора и я не уверен что в широком кругозоре имеет место знания о феногрике о пажитнике о том же черном тмине я в этом просто не уверен сейчас объясню почему этому не учат эта информация которая слава богу находится в нашем распоряжении но еще раз говорю поэтому исключаем сейчас из рациона исключаем эти продукты можно не принимать людям с нарушением рабочей щитовидной железы можно и должна очень хорошая штука очень интересное подспорье к нормализации гормональных каскадов гипофиз щитовидка так какие травы и сборы пищу добавки фаберлик не стоит принимать параллельно секретным востоком можно все они просто можно все вообще немножко странно сам факт этого у нас нету антагонистов в том что мы даем в наших наших линейках нету так не будет ситуации когда один один продукт повышает сахар который понижает один повышает жир 2 снижает этого это все чуши конечно нет и более того одним из невероятных достоинств то что мы что мы вам предлагаем является очень хорошей синергии возможности очень широких очень широкие возможности сочетаний наших продуктов одни с другими я имею ввиду бара с пищевыми добавками пищевых добавок друг с другом все это высшей степени заточен дали действительно просто у нас я понимаю вопрос на насчет связан одновременно вы здесь не указали конечно одновременно параллельно до сказали можно мы просто разделяйте прием да и все просто разделяйте добавки прием между собой я например вот лично сама да я омегу витамин d3 могу одновременно выпить и в этом ничего нет страшного просто например у нас очень загруженный график я не могу каждые полчаса каждые 15 минут выпивать разную капсулу добавку мне легче какие-то капсулы между собой которые вот александр даже поможет жир растворимые которые легко вместе усваиваться я их быстренько выпиваю утром на работе пришла выпила и побежала по совещаниям по рабочим задачам также вечером какую-то часть добавок пью вечером потому что их лучше усвоение усваиваются они больше ночью и в этом нет ничего страшного но очень старый и очень смешной пример морковный сок свежевыжатый сок например просто из детства называется как его пить и зачем его пить и вот пить сесть и нужно должен получить про витамин а должен получить жирорастворимый витамин свет на должен его пить в идеале с тем чтобы он стал источником про витамина а кроме всех остальных очень хороших вещей например даже клетчатка который там достаточно ложка сметаны нужно растворить этот витамин в чем-нибудь какой-то жировой среде вот и все или совершенно права но с другой стороны давайте так вот представим себе любого из нас который вдруг сошел с ума и начал считать по секундам точки приема набрал себе скажем 20 20 такое бывает 20-25 компонентов которые одновременно надо принимать из разных продуктов и так далее во первых он сойдет с ума во вторых ему нужно действительно иметь какой-то таймер а лучше компьютер который будет ему каждые 20 минут устраивать какие-то будильничек будет звучать будет звучать есть такое понятие в медицине compliance что это такое понимаете мы можем забыть можем не понять можно что-то сделать неправильно мы делаем все для того что когда мы говорим о этих вещах мы делаем все чтобы эти сочетания этих разных продуктов чтобы они были вам удобны сегодня есть один вопрос который с удовольствием отвечу на немножко позже почему принимаем за полчаса до еды но это чуть дальше мой как раз такой же вопрос в комментарии в прошлый раз задавали вопрос но был непонятен был ответ можно ли при витилиго и при повышенном давлении ответ безусловно да только при этом не должно быть надежды о том что витилиго крайне интересное очень непростое заболевание кожи что он при этом начнет излечиваться в данном случае мы с вами работаем на иммунитет мы работаем на гормональные каскады мы на все это дело работаем но мы еще то же самое при повышенном дали же вы повышенное давление отдайте себе отчет я могу не сказать этого места будет где-то 300 350 причин повышенное давление назвать знаете да и это будет с одной стороны бессмысленная трата времени с другой стороны мы с вами не я вам не помогу если попробую сейчас по эфиру устраивать какие-то точные прицельные таргетные врачебные рекомендации нонсенс поэтому каши можно начать правильно принимать кредо востока до еды или разницы нет вот как раз таки это самый вопрос популярный один из популярных давайте так как почему мы иногда неважно что мы принимаем будто пищевая добавка будет диетический компонент будет какой-то пряности под или лекарства почему мы часто устраиваются же точные рекомендации за какое время до еды или во время еды или после еды это связано с первое это связано с тем раздражает ли этот компонент является ли он раздражает ли он слизистую желудка то есть у нас есть продукты таблетки бады и так далее в мировой практике которые могут быть острыми они могут быть кислотосодержащими они могут устраивать сокогонный эффект то есть устраивать повышенное содержание повышенное выделение желудочного сока они могут вызвать в некоторых случаях всплеск отделение желчи и так далее чем прекрасны секреты востока почему их надо почему я рекомендовал бы это рекомендация очень достаточно точная почему они хороши до еды я хотел бы чтобы секреты востока которые представляют из себя масла небес уже старим компонентами них есть компоненты и водорастворимых том числе нам нужно было бы идеально чтобы запитые теплой водой они попали и как можно быстрее всосались чтобы всасывание их происходило назовем так не было растянуто по времени чтобы они бы не были смешаны с пищевым комком это самый оптимальный самый спокойный самый точный способ их назначения естественный вопрос можно ли их с едой безусловно да просто часа на два растянется процесс всасывания да одна эффективность продукта когда вы его приняли это не повлияет просто александр дает как бы вам более точные наставления да чтобы чтобы быстрее продукт продукт всосал как да всосались ингредиенты дальше при эндометриозе мастопатии полезно ли при прописи секреты востока об этом уже говорил но с удовольствием повторю не просто полезно а просто очень полезно вообще я ввел бы их в повседневную диету в то в первую очередь для профилактики безусловно уже эндометриоз это процесс и медометриозами и мастопатии это процессы который возникает не и в течение одного дня у них есть океан причин которые могут их вызвать и прием таких продуктов я глубоко убежден что в том же востоке в том же и мусульманский восток и дальний восток где где есть и индия где там есть невероятное смешение конфессии и философских идей и так далее я думаю что если это будет если а это скорее всего находится в диете компоненты находится в диете с детства находится с подоскового возраста назови вещи с временами это это колоссальное оздоровление и организма в целом и способности к деторождению и женской красоты и женского гормонального здоровья но и разумеется здоровье нервной системы это момент принципиальный то есть в принципе еще и моя бы воля я бы это ввел в качестве обязательного компонента диеты и ты с учетом того я совершенно права у нас очень смешное количество те самые 166 миллиграмм каждого компонента профилактически это профилактическая доза не это ни в коем случае не какой-то удар пинок не лечебная дальше каким курсом применять для поддержания женского здоровья и иммунитета в норме как часто в год мы прошлом эфире говорили четыре раза в год четыре года по месяцу идеале в идеале месяц 2 недели перерыва месяц и второй раз месяц 2 недели перерыва месяц если но эти два два как бы ну а в одном полугодии два месяца пропилили в другом полугодии не значит что там четыре месяца задаете задаете вопрос а жаль а я зависит честно откровенно я бы так сказал мы с вами живем очень разных условиях у нас есть масса ситуация кое-кто живет на юге кто это кто это кто и кое-кто живет условия дефицита витамина d на том же коментам таймы решили в таком духе или ситуации к нам вот мы в москве вот мы в москве с этим небом который похоже на солдатскую шинель первые 5 это все это все довольно грустно и кстати из этого вынуждена сейчас будем невероятно грузить себя жиростаринами витаминами тем же к тем же д тем же е и так далее но это потом но еще раз говорю это очень это компоненты которые компоненты все три компонента секрета востока нам объективно можно ли секрета востока вместе с мостоп конечно безусловно в этой ситуации вы получаете секрет востока устраивают вам усиление эффекта мостопа можно ли омега-369 беременна прошу прощения можно ли омега-369 кормящими женщинам конечно да уж омега-369 в той в той композиции которая находится у нас это колоссальная это очень простой очень мощный слепок скажем так практически идеальной диеты что такое идеальная диета если с точки зрения омега-369 это идеальная композиция этих трех компонентов этих трех групп не полиненасыщенных жирных кислот в связи с этим конечно так вопрос у нас к посту которые были закончились мы сейчас ответим на вопросы из вкладки и в комментариях вот мы с вами александр уже немного ушли до в тему жирорастворимых витаминов сказали нашим коллегам что вот мы все живем в разных часовых поясах разных странах регионах и так далее и сказали что у нас здесь не хватает витамина d наши потребители уже подумали что у нас составе в добавке есть витамин d нет наше в секретом востоке востока нет витамина d3 это мы просто когда отвечали на вопрос который нам заранее задавали мы ушли с александром в объяснение почему мы неизбежно в эти вещи уходим потому что когда мы создаем эти продукты когда мы формируем когда мы устраиваем из них схемы когда мы вам что-то рекомендуем мы неизбежно каким-то образом расширяемся за пределы данного конкретного продукта друзья мои меня удивляет немножечко другая вещь вот смотрите даже судя по вопросам которые поступали во время прошлого эфира который поступает сейчас ради бога но чуть внимательнее относитесь к тому что вы слышите я ведь не ни словом ни звуком не упоминал о наличии витаминов в данных данных витаминов в данных компаниях в данных продуктах если бы я устроил вам сейчас ну не наруча три примерно чтобы я устраивал список биологически активных веществ по каждому из этих продуктов знаете в чем прелесть фитопродуктов прелесть фитопродуктов заключается в том что там ни одно как правило ни одно биологически активное вещество как правило это пучок молекул которые достаточно близки друг другу и которые при этом друг другу невероятно помогают и поэтому конечно есть соблазн найти выделить одну молекулу а потом строить засунуть ее в таблеточку или в капсулку хочу лучше в ампулу но этого мы делать не будем потому что идеология то которую мы сейчас разделяем я надеюсь вы будете разделять вместе с нами заключается в том что мы мы просто нещадно эксплуатируем природу просто хорошо ее знаю у меня есть порядка 400 исследований сейчас по компонентам данных всемирных исследований по компонентам секретов востока и это 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 вызывает очень серьезное уважение к этим компонентам это вызывает у меня например сейчас на океан вариантов для их применения которым с которым я с вашего позиции буду буду с вами делиться и буду рад ответить на ваши вопросы но не забываем что наша добавка пищевая с профилактической дозой из заболевания мы ей не лечим а просто помогаем нашему организм захотим у нас не да получится лечить при помощи данной вещи да так мы сейчас уйдем у нас время ограниченное до чтобы не уходить в сторону вопросы из вкладки вопроса потом вернусь и к комментариям так кедровая живица когда будет формула молодости живит все вопросы про живицу коллеги я вам так могу сказать что живица будет она вернется следующем году к сожалению у нас были небольшие сложности с производством и с поставками не буду вас посвящать давать во все эти тонкости производства и т.д. и т.п. но живица будет в следующем году узнаете мы очень тоже ждем его и возвращение как мы как можем стараемся быстрее вернуть но вот к сожалению пандемия и другие причины повлияли на то что я и в этом году не было в следующем году он обязательно вернется узнаете о ней так же какая во всех новинках заранее так дальше вопрос можно ли пить в секретов сока при наличные жалостные камни в пузыре тему подробно обсуждали в прошлый раз безусловно да да можно можно ли принимать секрет правильно с нашими крыльными чаями можно дальше идем дальше вопросы из комментариев да смотрим может ли быть диарея при применении секретов это скорее всего найти ваша индивидуальная реакция может быть высота еще съели давайте так масла могут ли так повлиять масла кишечнику давайте так что такое диарея это смотрите давайте так давайте будем все это точно вы меняете диету вы добавляете что-то и добавляете что-то что имеет в основе свои масла скорее всего вы получите но не прямо прямо скажем диарея получите легкое прослабление это связано просто с тем что на любой продукт даже с небольшими мизерными количествами меньше граммов капсуле общего вы получаете некий выброс желчи которая планирует с этими маслами с этими жировыми растворами что-то делать выброс желчи это неизбежная стимуляция работа толстого тонкого толстого кишечника естественно стимуляция дальше вопросы омега-3 только у нас омега-3 из масла масле пишут нет омега-3 как это понимать у нас омега-3 не только из масел у нас там но и масло нас там рыбий жир как раз таки которые являются источником омега-3 и другие масла которые содержат омегу 6 и 9 а и омега-3 у нас из рыбьего жира который там составе есть более того лучший источник который сейчас есть оптимальные точки зрения опера качества омеги-3 и оптимальные точки зрения количества которые можно туда просто и без невероятных геномических потерь можно оттуда извлечь дальше если есть миома и эндометриоз можно ли секрет да мы уже ответили на этот раз можно так поэтому до 3 ответили так при пяточной шпоре можно я даже могу сказать вместо александра можно у меня хрипы в легких можно ли пить секретов столько можно при давлении можно если повышенная да много узлов и зоб вот опять мы вам ведем в эфир говорим о том что добавка пищевая с профилактической дозой все равно вопросы поступают заболеваниями понимаете в чем дело когда вы задаете эти вопросы по поводу конкретных ваших проблем я вижу главную проблему следующую я вижу что у вас есть глубочайшее неудовлетворение тем как вас лечить сейчас что вы простите мечетесь вы ищете на неважно где в интернете в нашей информации и так далее какие-то попытки это это что это что-то каким-то уже только пяточная шпора пяточная шпора который серьезно заниматься но уж я вас уверяю не при помощи секретов востока надо смотреть и надо быть у хирурга ревматолога ортопеда и так далее и это не наши нынешние цель мы сможем с вами сейчас обсуждать терапию пяточная шпора но тут секреты востока можно потому что мы продукт работает на на можно на иммунитет одна безусловно на иммунитет а в любом случае пяточная шпора это мощное перифокальное воспаление очень перифокальное воспаление хроническое к традиции месяцами годами это невероятный удар по иммунитету иммунитет надо править хотите еще добавку к этому как очень надо править не забывайте просто к белковую диету не забывайте пожалуйста про коктейли не забывайте пожалуйста если вы не введете в правильном количестве правильно усвояемые белки и тот же коллаген кстати вы не получите шансов к нормальному восстановлению в том числе при каких вещах как суставные воспаления как бурсиды как та же пяточная шпора как остео артрозы простите что мы сейчас опять ушли в улице так опять очень много всяких медицинских вопросов лимфограну лиматозе извините просто я просто ними друзья мои это очень сложная онкология ответ безусловно да ну кто вам сказал что это то что надо то что должно в этой ситуации быть потребляться в данном случае главный человек царь и бог в ситуации с с лифом и хошкин или с она же лимфограну лиматоз это врач онкогематолог который должен выверять буквально все буквально каждое движение этого пациента я вас уверяю шансов на успех огромное количество мы еще знаете можем вам такой вариант предложить что если вы сомневаетесь да переживаете вы прочитали в интернете какие-нибудь день ну на что может влиять ингредиенты просто понимаете на всяких на многих этих разных сайтах пишут информацию но мы не знаем да кто эту информацию пишет там не говорится никогда в каком количестве нужно принимать этот ингредиент чтобы он вызвал то или иное побочное действие и так далее и подобное если вы действительно переживаете если вам недостаточно информации от нас просто покажите эту добавку покажите состав своему терапевту и или другому любому врачу у которого вы лечитесь если у вас есть какие-то заболевания пусть он посмотрит состав и скажет вам можно или нет если вы как бы не можете сами брать это решение безусловно есть еще одна ну мы обязаны об этом всегда говорить мы сами являемся жертвами невероятного количества шарлатанов интернет шарлатанов в первую очередь которые исповедуют стоящий сюда наоборот чем то что исповедуем мы а именно пейте продукт x и у вас все пройдет или пройдет что-нибудь крайне тяжелое страшное невероятное которое ничего никогда постарайтесь никогда не верить интернет глупости так был рак языка 10 лет назад ежегодно абсолютно все отлично можно ли принимать да можно однозначно раке же языка 10 лет тому назад это снятие сонка учета человек перестает путем к болицу при применении гормонов можно гормонов препаратов до при грыжи можно можно ли омега тмин принимать каждый круглый год месяц пропил еще через месяц начать пить то можно чередовать ограничений в длительности курса нет никаких проблем с постоянным приемом нет пожалуйста так когда принимать мы ответили про него ответили живицу отметили так вроде бы я вот вверх провистала на ответили здесь теперь внизу появляются какие-то новые когда будут новые вкусы коктейли сюрприз в следующем году но не скажу какой каталог потому что стратегические некоторые вещи мы к сожалению не можем так рано говорить так дальше можно ли одновременно применять секрет востока и мосток да можно мы уже этого этого отвечали про формуру молодости не ответили пока по формуле молодости не могу дать информации но пока и мы не можем ее вернуть к сожалению ассортимент если что-то изменится мы обязательно вас дадим информацию нашем официальном аккаунте или на сайте коллеги мы ответили на про на все вопросы и складки из комментариев вот если еще какие-то у вас есть то у нас еще есть минуты четыре мы можем с вами пообщаться а после уже нам нужно будет завершать прямой эфир при эпилепсии можно можно опять вопросы про здоровье пожалуйста те кто к нам присоединился только сейчас пересмотрите пожалуйста эфир все сначала и вам все будет понятно цинк силен будет у нас пока нет но мы возьмем на внимание на внимание ваше предложение так будут ли батончики без покрытия шоколада типа бомбара пока не планировали такие батончики добавки железосодержащие будут будут будет у нас одна добавка в следующем году тоже тоже узнаете о ней не знаю и на каталога не могу пока раскрывать вам все секреты о конкретном времени запуска но будет ли добавка содержащая железо пока вы задаете вопрос один маленький тезис который я думаю что вас порадует как соучастников нашего производственного процесса информационного процесса и обратите внимание какая невероятная палитра продуктов сейчас попадают начать выходить не начинает а продолжает выходить из недр фаберлика и на какие вопросы не может отвечать наша задача сейчас наша задача сейчас с вами здесь и сейчас это быть максимально точным информационным пишу третий раз если человек не знаешь что онкология у него есть а он пьет секреты востока взял на это философский вопрос называется человек не знает что у него онкология он что ее подозревает это первое второе секреты востока не могут навредить при онкологии вот это момент принципиально великолепно что мы его все-таки коснулись они не могут навредить он может быть что называется встрять в некий процесс развития онкологического процесса это не называется обязательно вред это обязательно это просто усиление ряда обменных процессов которые значение которых пока не понятно не надо так есть железное правило старайся не вмешиваться в процесс при онкологическом развитии опухоли если хоть минимальный шанс это ускорение этого процесса но возвращаясь к вашему вопросу есть подозрение если есть подозрение бегом к колу я вас уверяю онкологи это на данный момент невероятно грамотные невероятно точные и это хорошо знающие за пределами онкологии огромное количество власти не ответит заодно уберут ситуации которые называются фобии то есть что боязнь страх да да мы понимаем конечно же ваша беспокойство беспокойство этому вопросу но это знаете тот же самый вопрос когда мы говорим про неприносимость каких-либо компонентов или аллергию до любую пищевую мы не все знаем к сожалению что наш организм хранит в себе иногда какие-то какие-то при рождении да нам не делают анализы на 100 видов аллергии чтобы сразу знать на что у нас будет непереносимости на и как на то или иной компонент наш организм на повлияет к сожалению это все происходит только методом проб и ошибок когда мы что-то съели да у нас появилась реакция и вот так было что было сказано в самом начале мы говорим только о некоторых видах онкологических процессов связанных строго эстроген зависимых объяснит вам любой онколог если у вас есть этот вопрос вы ему зададите вот и все так нас александр вас очень благодаря за ваши ответы за эфиры вы супер благодарю огромное спасибо дальше дальше ребенку семь месяцев я на гв плюс прикорм болит желудок можно ли печать для желудка гастро который есть у нас витамин d3 пока я не могу сказать что у нас будет пока вот мы конечно же рассматривали эту идею не можем все сказать точно почему принимать стиль и на решение но пока нет но мы знаем что это очень важный компонент так очень нужно для понятия гемоглобина это вы нам очень просите добавку правильно я понимаю мы хорошо мы приняли во внимание да просто немножко непонятно было вопрос или а чьи лечебные принимать до еды зинаида падучева спасибо за ваш вопрос мы уже выпускали эфир про травмные сборы и там есть подробно информация какой чай когда принимать если вы не можете найти этот эфир во вкладке instagram tv вы пожалуйста напишите нам в директ и мы вам пришлем когда какой чай пить вообще да все чьи там зависит от его направленности какой-то утром какой-то вечером какой-то до еды какой-то после еды но в целом у них схожий прием напишите пожалуйста если не найдете эфир напишите нам директ мы вам ответим при артрите и что можно кроме доброгена еще пить и из нашу артроз из того что есть у нас можно практически все я добавил бы непременно что-либо снижающий снижающий вес я добавил непременно омегу я добавил душу и контролл если мы говорим о чаях я непременно добавил в коллаген содержащие препараты коллаген содержащие продукты вот это было бы достаточно мощным входом да кстати секрет востока так хотелось бы еще и линейку спортивного питания спасибо мы тоже очень хотим ее так омега-3 в сиропах будет нет к сожалению пока не планируется так сделать устраивать им больше из этих масел очень просто так может ли быть может ли быть изжога от коктейлей при долгом применении от наших вы имеете ввиду в оберликве у нас ну вообще при долгом применении нет у вас может быть такая реакция если вы только начали принимать продукты возможно такая реакция и еще возможно слабит слабит да у многих бывало джем и я помню прошлый год когда мы только начали широко точно и широко разговариваете коктейлях и мы очень важную вещь вам тогда сказать любое коктейли это очень серьезная это серьезная добавка к тому что происходит это серьезное изменение пищевого режима а серьезные менее пищевого режима это означает вот это вот первая реакция первая реакция может быть тошнота может быть и изжога и может слабить тошнота крайне редко изжога случается что такое изжога заброс желудочного сока наверх или заброс желчи снизу с двенадцатиперстной кишки в желудок конечно да может быть но это буквально это называется организм попробовал начинать приспосабливаться ко всему новому коктейли если вы помните это ведь количество десятки граммов то есть это серьезно это пища любая новая пища может устроить вам такой коллеги у нас к сожалению уже подходит время эфира концу мы вот на все что могли ответили на все вопросы и мы хотим вас поблагодарить за эфир за ваши вопросы мы надеемся что мы развеяли все сомнения по поводу нашей новой добавки новинки теперь у вас появится я думаю меньше страхов и беспокойств мы очень рады были вас видеть с александром спасибо за ваши отзывы спасибо вам за вопросы спасибо за диалог потому что только в режиме диалога мы можем во первых и продукт улучшить и улучшить его потребление и создать ясную информационную картину у нас и естественно всех ваших потребителей покупателей всего доброго все всем до свидания будем ждать вас на новых эфирах а еще немножко скажу 28 октября у нас будет проходить цифровой форум faberlic да все наверное уже об этом знают мы вас очень приглашаем потому что на нем мы тоже будем презентовать наши некоторые новинки и не только наш дивизион но и другие продуктовые департаменты а также важные новости компании поэтому мы все вас ждем а также следите за нашими обновлениями мы будем анонсировать наши новые эфиры новинки и давать вам полезную информацию всем спасибо и до свидания